1, 2, 3, 4 Музыкальные корни панк-рока прослеживаются критикой вплоть до конца 50-х годов. В основном в то время примитивную и жесткую музыку играли группы гаражного рока. Ключевыми представителями ранее протопанк-музыки являются The Sonics, Monks, The Seed, The Who. Первое упоминание слова панк в связи с рок-музыкой относится к 1970 году, когда в годе Chicago Tribune в рецензии на альбом авангардной гаражной группы The Fox их музыка была характеризована как панковский рок, или сантименты деревенщины. Но впервые как термин, а не эпитет, начали употреблять сочетание панк-рок критики Дэйв Марш и Лен Кей в 1971 году. Итак, мы обратились к одной молодой группе под названием Hot Rock Cox. Чтобы понять, что такое панк-рок, и почему им сейчас занимаются? И главное, кто? Есть музыка крутая, есть музыка хорошая, крутая, а есть панк-рок. Вот поэтому как бы труппе, как бы даже мы не рассматривали как вариант, потому что, ну это то, что ты чувствуешь, то, что ты думаешь. И именно в таком стиле, с такой скоростью, в такой манере лучше всего получается у нас это выразить. И тем более, что панк-музыку играть достаточно просто по сравнению с какими-нибудь панками металлическими. Ну, вы понимаете очень. До этого мы были гламанами и очень много слышали музыку. И просто пришел момент, когда мы поняли, что музыку нужно делать, а не просто ее слушать. То есть полностью, чтобы быть удовлетворенным, нужно уже музыку создавать. И не хватает, например, в плеере просто ехать с метро. Вот. Ну, собственно, так вот и собрались, начали играть. Сначала там дома скучали по коробкам, чуть ли там не отвертками. И гитарами, которыми можно на байдарке плыть по реке Миссисипи. Наверное, больше этой гитарой ни на что не угодны. Вот. А потом, когда, ну, начали уже серьезнее подходить к делу, то обзавелись инструментами и стали ездить на репетиционные базы. Вот. В данный момент репетируем в гараже и чувствуем себя прям тру-гаражной бандой. Очень бодримся от этого. Просто еще панк-группа, ну, насколько, поскольку не очень пользуется эта музыка популярностью, то есть каких-то там денег особо мы не зарабатываем. Изначально идея создания группы не была в том, чтобы заработать денег. Это просто увлечение единственное, которое нам нравится. И это делалось исключительно для самоубовлетворения, самовыражения. Поэтому всегда приходится делать вложения в группу. То есть на данный момент мы больше вкладываем в группу денег, чем получаем с нее. Такая жизнь независимого музыканта в России, на самом деле, не очень простая. Нужно много работать. Нам нужно очень много работать, потому что это независимая сцена. Никто, кроме нас, это не сделает. Поэтому все только в наших руках. Конечно, не хочется оставаться постоянно в маленьком клубе, сидеть в подвальном помещении и собирать полторы коллеги. Вот. Но это все будет зависеть только от нас. Нам нужно сейчас очень много песен писать. Это дело достаточно дорогое. Поскольку мы студенты, то приходится деньги всеми различными способами экономить, собирать каких-то подработок. Вариантов названия было масса. Но как-то до конечного не могли долго прийти, потому что хотелось какое-то название такое вот хлесткое, чтобы оно каким-то образом сразу имело ассоциативный ряд с банкроком. Вот так, что это. Да, да, да. И мы начали в Яндексе пробивать название. Ну, то есть главное, чтобы оно не было у кого-то спертое, чтобы оно было оригинальное. Вот. Ну и как-то наткнулись на порно-сайт, и там было написано, как-то там страничка Hot Gay Cox там было написано. Вот. Ну и в общем, ну я так ради прикола предложил ребятам, типа давайте назовем все Hot Gay Cox. Как бы это будет эпатаж. Но люди всегда обращают внимание вот на такие вещи, особенно если это панк-рок. Вот. Но ребята сказали, что в нашей стране не погодится. Поэтому Сид потом предложил вариант, ну, слово гей заменить на рок. И получилось как бы Hot Rock Cox. Есть какая-то целевая публика, конечно, ее немного еще, потому что все равно три года это мало для группы, особенно для независимой группы, для панк-группы это мало. И тем более, что мы делаем все только своими силами, не пользуясь услугами никаких там менеджеров, в пиар-компании, потому что... DIY, DIY. Да. Do it yourself. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова